Hi there! It's English with Peter. Так вот, в чём соль? Соль в том, что по-английски, помимо слов, помимо фраз Don't worry, no problem, типа не переживай, не парься, вы можете сказать фразу Don't sweat it, как бы не потей это. Также вы можете использовать фразу No sweat. Разумеется, эта фраза немножко разговорная, в какой-то степени даже сленговая. Разумеется, в общении с... В официальном общении с боссом, с кем-то ещё, вы не можете сказать, типа Dude, no sweat, типа чувак, да не парься. То есть no sweat, don't sweat it, чаще всего переводится как не парься, не волнуйся, не переживай. Берите на вооружение, друзья. И сегодняшний пример, как обычно, возможно, вы уже увидели, сегодня мы посмотрим из сериала Suits, форс-мажоры. По традиции, друзья, смотрим отрывочек первый раз. Hey, it's okay, don't sweat it. Смотрим «Адрёк» второй раз. I wouldn't even need this job, if it weren't for you. So what's your problem? I'm sorry, Kevin. Just not having a good day. Hey, it's okay, don't sweat it. Ну а сейчас читаем вслух вместе со мной и разбираемся, что здесь к чему. И, друзья, насколько вы можете видеть, шрифт я всё-таки поменял. Я продолжаю экспериментировать с болью. Отрываю я старый свой шрифт. Он был очень близок мне, он мне очень нравился. Да, он мне до сих пор очень нравится. Но я понимаю, что он действительно не такой читабельный. Поэтому приходится экспериментировать. Друзья, напишите в комментариях внизу, как вам сегодняшний шрифт. В принципе, я думаю, что вот я сейчас сам смотрю на него. Очень даже ничего. Очень лаконично, ничего необычного, ничего выпендрёжного, всё читаемо. Друзья, мне важно ваше мнение, потому что мы работаем вместе с вами. Я же не просто так в микрофон говорю тут слова. А, друзья, мы взаимодействуемы. Я создаю своеобразное сообщество, общество людей, которые интереснее на английский язык, которые хотят изучать английский язык особым интересным способом. Итак, друзья, отвлёкся, читаем вслух вместе. I would not even need this job, if it weren't for you. So what is your problem? I'm sorry, Kevin, I'm just not having a good day. Hey, it's okay, don't sweat it. Читаем. Ещё разок. Друзья, я вас замучаю. Где бы вы ни находились, читайте вслух. Пожалуйста, сделайте эти 5-10 минут, которые вы посвящаете просмотру этого каратыша, очень эффективным и продуктивным. Поверьте, даже вот эти вот 5-15 минут, когда вы смотрите, практикуетесь и пересматриваете, это намного эффективнее многих других упражнений, и даже не упражнений, а просмотров видео. Поэтому, друзья, читаем вслух. Находитесь в метро? Да вообще плевать. В метро, кстати, даже эффективнее. Никто вас не слышит. Просто будут видеть, что вы открываете рот, как бы шевеля губами. Друзья, читаем вслух вместе со мной. Переводим. Переводим. Я не помню, кстати, как зовут этого сокамерника Майка, но так или иначе, если вы смотрели сериал, друзья, напишите в комментариях, напомните, кто это такой. Как его зовут? Он говорит, я бы даже... Мне эта работа вообще не нужна была бы, если бы не ты, если бы не из-за тебя все это. Так что, что с тобой не так-то? Че не так-то, чувак? И Майк отвечает, извини, чувак, извини, Кевин. У меня просто сегодня день не задался. Нехороший день. На что ему его сокамерник отвечает, эй, не переживай, все хорошо. Не парься, не волнуйся. Поехали цепляться за разные тонкости, за разные цеплялки. Во-первых, друзья, сразу же в лоб офигительное. Я думаю, что вы простите меня за эти сленговые молодежные вещички. Очуменная классная фраза, конструкция точнее. Если бы не ты. На самом деле, у меня на канале уже есть видео, достаточно длинное и очень содержательное, очень много видеоотрезков, поэтому, друзья, я сейчас вставлю, как выглядит этот thumbnail, эта обложка. Найдите на канале. Если бы не ты, если бы не я. Как обычно, я вам обещаю оставлять ссылки и ничего в итоге не оставляю, все забываю. Поэтому, друзья, если вам интересно и прям сильно-сильно-сильно зудит и хочется, вы найдете это видео. Оно у меня есть на канале. Итак, if it weren't for you. Если бы не ты. Если бы не я, if it weren't for me. Напомню, друзья, и в этом видео, которое вы посмотрите, вы тоже узнаете, что помимо if it weren't, вы можете сказать if it wasn't. Разные варианты. Берите на вооружение, имейте в виду. Хоть if it weren't, хоть if it wasn't. Поэтому, друзья, еще разок, как вы скажете, если бы не она, все верно, if it wasn't for her или if it weren't for her. А после этого, допустим, если бы не ты, я бы купил себе корабль. Да? Как мы скажем? If it wasn't, if it weren't, or if it wasn't for you, I would buy a ship or a vessel. То есть после этой конструкции, if it wasn't for, мы используем would плюс инфинитив. И берем, и имеем в виду, что обе эти конструкции могут меняться местами, как в нашем случае произошло. То есть сокамерник Майка начал с конструкции I would not even need. Мне бы не нужна была. I wouldn't even need this job if it weren't for you. То, что я вам сказал буквально пару секунд заранее. Ранее. I would not need. Ставим would, ну или would not, отрицание, и инфинитив, первую форму глагола I would not need. I wouldn't even need this job if it weren't for you. I wouldn't even need this job if it weren't for you. Друзья, берите на вооружение. Если у вас, повторюсь, если у вас остаются вопросы, не тушуйтесь, не переживайте, оставляйте комментарии, пишите вопросы. На всё отвечу, всё расскажу. Идём дальше. Опять же, сокамерник Кай... Друзья, мне надоело говорить его сокамерник, но сейчас у меня нет времени, чтобы посмотреть его. Я посмотрю и сам для себя узнаю. Так вот, он говорит So what's... What is your problem? Обратите внимание, как он сказал. Он сказал и следите за моей бешеной транскрипцией. What's your problem? What's your... So what's your problem? So what's your problem? So what's your problem? What's your problem? Кому-то, друзья, мне тут недавно в комментариях прилетело, кому-то не нравятся мои бешеные транскрипции, и они говорят, что они абсолютно бесполезны. Я, друзья, в корне с этим не согласен. На мой взгляд, для... А, причём, этот комментарий прилетел от... Не помню, кто это был. Так вот, там написали, что лучше обычные базовые транскрипции. Ну, друзья, не знаю, в моём понимании эти базовые транскрипции полнейшая бесполезная ерунда. Как их вообще можно читать? Зачем? Ну, зачем? Мы русскоязычные люди. Мы можем читать вот такие вот чумачечные транскрипции, написанные русскими словами, и звучать как носители. Что может быть проще? Итак, друзья, кстати, чертните в комментариях, как вам, кстати, мои бешеные транскрипции. На мой взгляд, это просто гениальнейшая вещь. Друзья, мне очень интересно. Я как бы сейчас сижу, записываю в микрофон, и передо мной лежат подушки для того, чтобы звук был более глухим. Но я понимаю, что вы будете это видео смотреть, и вы будете вместе со мной, и меня это заряжает. Поэтому, друзья, окей. Так вот, он сказал what's your problem? So what's your problem? Послушайте, как это он сделал. So what's your problem? So what's your problem? So what's your problem? Следим за метранскрипцией. What's your problem? Не what is your problem, а what's your problem? So what's your problem? Друзья, имейте в виду, это очень такой тонкий, но очень интересный и полезный нюанс в американском произношении. Ну и после этого Майк сказал I'm sorry, Кэвин, I'm just not having a good day. Друзья, те, кто из вас изучает академическую грамматику, возможно, занимается с преподавателями, вы наверняка знаете, что глагол have и глагол no, как говорят, мы инговое окончание не имеем права присоединять. Вот, друзья, имеем. Носитель языка сказал фразу have it, поэтому, друзья, мой вам совет. Изучайте языки по настоящим живым материалам, а все эти учебники все это от лукавого. Это придумали, чтобы на нас заработать бабосы, эти все учебники покупать, заниматься этой ерундой, годами просто возиться во всех этих базовых тонкостях. Друзья, настоящий живой материал. Много смотрим, много разговариваем, много читаем. Все гениальное просто. Так вот, Майк сказал I'm just not having a good day. Just not having a good day. Ну, как бы, я не имею хороший день. Возьмите себе на вооружение. Если вас кто-то спрашивает How are you? Like, how's it going? Вы можете сказать Sorry, I'm just not having a good day. Типа, у меня не совсем хороший день. День не задался сегодня. И обратите внимание, как Майк сказал. Он I'm сживал. Вот послушайте. Just not having a good day. Just not having a good day. Он просто сказал Just not having a good day. Having a good day. Having a good day. Видите, все вместе, друзья. Вы знаете, что я помимо меня еще Антон Брожестовский книгу про хомячков я давно и много раз уже скидывал. Если вам интересно, еще раз скину ее. У меня, кстати, даже она есть в PDF-ном варианте. Если интересно, если хотите, пишите. Так вот, все это одним с одной фразой. I'm just not having a good day. Having a good day. Давайте вместе со мной, друзья. Having a good day. I'm just not having a good day. Having a good day. Just not having a good day. Ну, и в завершении, друзья, была сказана наша сегодняшняя ключевая фраза. Мы до нее добрались. Don't sweat it. It's okay. Don't sweat it. Hey, it's okay. Don't sweat it. Hey, it's okay. Don't sweat it. Чувак, не переживай. Не волнуйся. Не потей. Попросту. Не попросту, а понапрасну. Во, не потей понапрасну. Как я уже сказал в начале, возможно, вы уже подзабыли, помимо don't sweat it, вы можете использовать фразу no sweat. Типа no sweat. Когда вам кто-то что-то говорит, типа I'm sorry, I'm late. Это будет come on, no sweat. Типа не переживай. Опять же, повторюсь, друзья, это разговорная вещичка, более неформальная. Ну что, вот такой коротыш. На часах у меня 9 минут 57 секунд. Мы практиковались произношение. Пару конструкций. Вы узнали, что don't sweat it и no sweat переводится как не парься, не переживай. И также мы с вами изучили суперкрутую и эффективную конструкцию if it wasn't for или if it weren't for, если бы не. Кто-то или если бы не что-то. Я вам рассказал, как и с чем ее едят. Напоследок, друзья, читаем вместе вслух, еще разок закрепляем. После этого вы слушайте, точнее, видео и следите за текстом. А после этого, сегодня, кстати, она из подписчиц мне написала, было бы неплохо два или три раза в самом конце ставить видео, а не один раз. И я с этим абсолютно согласен. Поэтому, друзья, два или три раза, а может быть даже и четыре воткну. Вы посмотрите видео в конце и поймете, что вы все понимаете. Друзья, я желаю вам отличнейшего дня, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Улыбнитесь, поймите, что все хорошо. Друзья, желаю вам хорошего дня. С Gest While Друг Started comenzать. Центр cadет. It's okay. Don't sweat it. I wouldn't even need this job if it weren't for you. So what's your problem? Я прошу, К 11. Я не любael. Я все в порядке, не шуток этого не буду. И я бы даже необходимый робот, если вы не были. Так что у нее пробм harus себе них. Я не ошибся, К 11. Я не вещу. Я все в порядке, не шуток этого неeping. И я бы даже gebruил этот робот, если вы не были. Так что у нее документы. Я cleaned который не буду их. Просто не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет.